Десногорцы выбирают комфортную среду любимого города. Декада профориентации в Якимовическом интернате. Областная выставка-конкурс детского творчества «Пороскева-пятница». Добрые дела для горожан. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Русское географическое общество подвело итоги геодиктанта, который прошёл 26 ноября минувшего года. В нём приняли участие более 260 тысяч человек из 25 стран. Средний балл по стране оказался равен 43 из 100. В Смоленской области этот показатель намного выше – около 63. В списке лидеров диктанта Смоленская область на третьем месте. Регион по знанию географии обогнали лишь Костромская область и Республика Ингушетия. В Десногорске работают два проекта, направленных на благоустройство общественных территорий. Горожанам предлагают самостоятельно выбрать место, которое наиболее нуждается в реконструкции. Сейчас активно идут голосования по выбору территории для благоустройства. На данный момент по проекту «Комфортная городская среда» проголосовало более 4 тысяч человек. 45% голосов отданы за реконструкцию парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. Наверное, парковая зона между первым и вторым микрорайоном. Почему? Хоть что-то зелёное останется в городе. 28% голосов отданы за благоустройство пешеходной зоны в третьем микрорайоне. По проекту «Любимый город» собрано 700 голосов. 50% голосов отданы за реконструкцию фонтана. Фонтан пришёл в негодность. Хочется, чтобы он был такой, какой его открывали. С подсветкой тогда был такой красивый. Хочется, чтобы его восстановили. Там хорошо отдыхать летом, особенно, когда фонтан действует вообще. Лепота. Наверное, реконструкция фонтана. Почему? Фонтанчик тоже у нас некрасивый. Стал со временем. Плитка потрескалась. Вы можете проголосовать на сайте администрации Десногорска desnogorsk.admin-smolensk.ru В интернете на площадках Десногорск пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Вконтакте и по адресу desna-presspress-sobaka-admin-smolensk.ru Уважаемые дисногорцы, принимайте активное участие в голосовании. Давайте сделаем наш город красивее и лучше. Каждый год в интернате в Якимовичах проходит декада профориентации. Школьники встречаются со специалистами различных профессий, с экскурсиями и посещают предприятия области. Этим педагоги стараются расширить знания воспитанников интерната о специальностях и помочь им определиться с выбором работы в будущем. Они организовали встречу со специалистом Десногорского центра занятости. О чём узнали выпускники на лекции, мы расскажем в нашем сюжете. 25 января с воспитанниками школы-интерната встречалась ведущий инспектор Десногорского центра занятости Наталья Шуплякова. Она рассказала выпускникам, куда они могут обратиться в поисках работы в случае, если они не поступят в учебные заведения и будут нуждаться в помощи трудоустройства. Также службы занятости придут на помощь, если ребята будут искать работу после окончания учебного заведения. познакомила выпускников с основами трудового законодательства, а также рассказала, какие пособия получают нуждающиеся в трудоустройстве и какие льготы имеют дети-сироты. Такие встречи в интернате проходят каждый год и имеют для выпускников большое значение. Наши ребята с большим интересом и удовольствием прослушали информацию. И я считаю, что нашим детям полезны данные встречи, так как дети наши планируют свое будущее с учетом возможностей и спроса рынка труда. И я думаю, что благодаря таким встречам наши дети будут знать, куда можно пойти, кому обратиться за консультацией, за помощью в трудоустройстве. Выпускники школы-интерната всегда с большим вниманием слушают рекомендации специалиста центра занятости. Спасибо центру занятости за общение с нами. Тема, конечно же, актуальна, так как мы не имеем еще опыта и навыков к самостоятельному трудоустройству. Мы были довольны встречей. Я со своей профессией уже давно определилась. Я иду на юридический факультет, и у меня будет направление, я вообще хочу идти на следователя. Школьникам показали фильм о современных, востребованных на рынке труда, профессиях. В четверг в Десногорске открылась выставка-конкурс детского художественного творчества «Пороскева-пятница». Подробности далее. «Пороскева-пятница» – святая мученица. Она является покровительницей женского рукоделия и ремесла. Назвав выставку в ее честь, педагоги Десногорской художественной школы хотели посодействовать сохранению и приумножению культурных традиций и поддержать молодых дарований. В первой областной выставке-конкурсе «Пороскева-пятница» приняли участие почти 300 детей из Смоленска, Десногорска, Верхнеднепровска, села Новодогино, Ярцево, Шумячи, Починка и поселка Плоское. Призерами стали 100 участников. Их работы представлены на выставке. Воспитанники детской художественной школы Десногорска с удовольствием рассматривали работы своих друзей. «Мне очень всё нравится, все работы здесь красивые. Мне нравилось, как рисуют гуашью и карандашом». «Я была очень рада, я даже не знала, что у меня будет работа висеть на выставке в музее, я впервые тут». Описать все представленные работы на этой выставке и тот полёт фантазии, который продемонстрировали участники, невозможно. Желательно самим увидеть творчество юных дарований. Российские спортсмены получили индивидуальные разрешения на выступления на международных стартах в нейтральном статусе на 2018 год. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дала такой допуск 18 россиянам, среди которых и известный смоленский легкоатлет Алексей Фёдоров. Это открывает для него возможность принять участие в международных чемпионатах. В Гагаринском районе задержали троих браконьеров. Местные жители, услышав выстрел в лесу, вызвали полицию. На указанное место прибыла оперативно-следственная группа, в лесу они обнаружили тушу лося. Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и охоту. Сумма причинённого ущерба превысила более 250 тысяч рублей. Накануне ночью на трассе Москва-Минск в Вяземском районе водитель фуры совершил наезд на пешехода. 52-летний автомобилист двигался по неосвещенному участку дороги. В это время пешеход шёл вдоль проезжей части. На его одежде не было светоотражающих элементов. Водитель фуры не заметил человека на дороге и сбил его. От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия медиков. Сумма осчастливила только в январе. Как только началась минусовая температура, в Десногорске были залиты два катка. О самом излюбленном месте горожан смотрите в нашем следующем сюжете. Работники предприятия «Атомтранс» уже не первый год по своей инициативе готовят для горожан Атомграда долгожданный подарок каток. В этом году все ждали с нетерпением снега и минусовых температур. И вот засверкала ледяная гладь. Залиты дорожки двух горок. И как только закончится рабочий день, каток соберет всех любителей активного отдыха. Особенно многолюдно здесь – выходные дни. Хочется сказать слова благодарности тем, кто по своей инициативе делает для десногорцев добрые дела и заботится о жителях нашего любимого города. Это все новости на сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desnadefiz.ru. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова